Здравствуйте всем, меня зовут Чеботарева Екатерина Владимировна. Я хочу привлечь внимание всех людей, чтобы об этом происшествии знали. Наша семья и еще две семьи отдыхали на Апуке между заповедником и военным полигоном. То есть мы находились на той территории, на которой нам находиться не запрещено законом, здесь нет знаков запрещающих, здесь находились на берегу не только мы. Ночью мы заметили, не ночью, вечером, когда зашло солнце, мы заметили три ботозрительных человека. Решили пройти и узнать, что это за люди, потому что с нами находились маленькие дети и несовершеннолетние дети хотели узнать, что это за люди и что они там делают, потому что нам было неспокойно. Мы знаем, как выглядят военные, а военные здесь есть. И, в общем, мы забеспокоились. Четыре человека, я, мой муж и еще двое взрослых, девушка и парень, взяли фонарики и решили подняться наверх, посмотреть, кто это, что это за люди. Мы поднялись, начали светить фонариками, никого не было. Вдалеке увидели машину, в которой находился человек. Муж начал... Здесь есть вот такие руины, то есть разрушенные здания. Муж начал светить фонариками, мой муж Михаил Чебутарев, начал светить фонариками, заглядывая в разрушенное здание по окнам. Окон там нет, просто дырки. Я решила подойти, так как мы увидели автомобиль, в автомобиле находился мужчина, мы решили задать ему вопрос, кто он и что он там делает, потому что нам, ну, беспокойно. Или, возможно, ему тоже нужна помощь. Когда я спросила, кто вы и что вы здесь делаете, человек ответил, что он заблудился, он сам с города Керчи заблудился и решил здесь переночевать. Меня это удивило, потому что я сама с Керчи, и, в принципе, здесь не заблудиться, здесь прямая дорога, просто едешь и, ну, как бы, здесь не заблудиться. Я у него спросила, откуда вы с Керчи? Он сказал мне, я не с Керчи, я из Краснодара. Это еще больше, ну, как бы, возникли какие-то подозрения странно. Что за человек? Мой напарник, товарищ, ну, товарищ, который со мной был, светил по машине фонариком. Я говорю, сколько вас человек? Он говорит, двое. Я говорю, где второй? Он отлучился, пошел в туалет. Муж продолжал ходить по зданию и светить фонариком. На что я говорю, а где ваш второй человек? Его почему-то долго нет. Вдалеке увидела, что идет мужчина. Так как у меня закрались подозрения, что это человек говорит правду, потому что он с Керчит, он с Краснодара, я решила перехватить того и задать ему те же вопросы и узнать. Такую же информацию он мне даст. Я пошла вперед, чтобы он не дошел до водителя. И начала, он был, они были одеты по гражданке. Находились они на красной машине 22-го региона. Машина, ну, марку не знаю, какая-то дряхлая машина, у нас сверху такой железный багажник, то есть номер белый, не военный. Я подхожу к этому мужчине и говорю, здравствуйте, а вы откуда? На что он мне грубо ответил, а ты кто такая и что ты у меня спрашиваешь? И двигается по направлению к пассажирскому сидению машины с другой стороны от водителя. Я говорю, а чего вы мне грубите? И тут начинается стрельба просто. С вот этих вот строек просто открылась стрельба по нам. Нас было четверо. Я не могу передать, что вообще здесь происходило. Тут просто реально террористы, которые стреляли. Этот парень, у которого я спрашивала, который мне хамил, выхватил пистолет. Я увидела, что вперед ко мне бежит мой муж. Муж, тот, который сидел за рулем, выскочил с автоматом и направил автомат на его мужа. Я сзади подбежала к нему и говорю, что вы делаете, не стреляйте, пожалуйста, мы мирные люди. На что он повернулся и автоматом уперся мне в лоб. Муж закричал. Естественно, автоматчик разворачивается в другую сторону. Я по инерции от страха начинаю бежать по склону. Просто здесь нет спуска. Тут просто гора, с которой я катилась в своей простыне. И слышу, что мой муж говорит, пожалуйста, не стреляйте. У нас погиб сын в СВО. Мы просто мирные люди. И тут я слышу, помимо тех выстрелов, которые там грохочут, так как это находилось ближе ко мне, выстрел и крик моего, просто рев моего мужа. Естественно, я от страха бежала к нам в лагерь, потому что у нас там маленькие дети. Дальше началась, там продолжалась эта стрельба, крики. В лагере все мы собрались с кучкой и начали уходить по берегу в сторону города. Я начала, и не только я, я сказала, звоните все. Мы начали звонить 112 в полицию, скорую, военную, прокуратуру. Куда мы только не звонили. Естественно, мы не знали, что делать, шли по берегу просто. И так как тут тоже были люди в палатках, мы их собирали и говорили, люди, там происходит убийство, собирайтесь, пошлите с нами. Дальше, когда уже после всех этих звонков связался со мной с телефоном мужа какой-то человек и сказал, что это оказались военные, хотя они были не в военной форме. Они разговаривали грубо, мы были безоружные, и они открыли по нам как бы стрельбу. Плюс направили на меня девушку автомат, хотя я была безоружная, они видели, что я задаю вопросы, ну то есть как бы я в простыне была замотанная. Поэтому я прошу, услышьте меня, разместите где возможно эту информацию. Я хочу, чтобы эти виновники были наказаны. Сейчас военная прокуратура занимается этим делом. Я, как мне объясняют, что действительно подозреваемые и люди виновные в этом преступлении задержаны. Сейчас будет возбуждено уголовное дело, будет расследование и так далее. Мой муж тяжело ранен, он находится в больнице в реанимации без сознания. Ему была проведена операция в течение шести часов. Я, пожалуйста, прошу вас, не оставьте это, помогите нам. Пострадал не только мой муж.